Переходим дорогу и выходим на эту замечательную площадь. На ней лавочки-качельки тоже есть. Можно посидеть, отдохнуть, полюбоваться фонтанами. Такой интенсивный движняк во все стороны. Трикол, 69 турецких лиры, цены дешевые даже в магазинах, да? Один минус, но у них нет моих размеров. Куда мы пришли? Еще один светофор. Очень много машин по второй линии. Сейчас намного больше, чем по первой даже машин. Я вижу со всех сторон просто они. Так, памятник. Смотрим. Этот человек давно жил, 1277 год. Караман Аглум, Мехмед Бэй его зовут. Можете загуглить, прочитать про него. Ну, наверное, как-то к Алане он относится. А это поставили, когда пандемия у нас была, вот эту площадь сделали полную реконструкцию и поставили этот памятник и сделали вот эти фонтаны. До этого здесь было только вот возле этого большого дерева. Сейчас к нему придем фонтанчик. Кто видео мое смотрел, старое, тот видел тот фонтанчик возле дерева. Ну, тоже здесь красивее будет, когда потемнеет, в принципе, потому что все подсвечивается. Здесь, типа, букмекерская контора официальная, государственная. Это они любят, и у них всегда много людей. Вот и сразу можно смотреть, вот здесь идут. Если бы я в этом шарил, конечно, я бы делал бы ставки, если бы мне кто-то подсказывал. Вот здесь ипподром на экране. Люди заполняют эти лотерейки, или как их правильно назвать, делают ставки. И это все государственное учреждение. То есть, совершенно безопасно и совершенно честно, если вы угадали. Так, давайте шарик посмотрим. Сейчас пройдемся, там буквально два шага покажу вам большой мясной магазин. Там на витрине обычные тушки висят. Такой вот шарик. Вот где это большое дерево, здесь, получается, был большой фонтан. Прям чуть ли не в стволе этого дерева старинного. А дерево этот можно отдельно почитать ему, но очень много лет, и очень большой у него объем ствола. Там много-много метров обхват ствола. Высота 12 метров. Обхват. Ой, тут не пойму, я же ничего не понимаю. 16 метров, что ли, обхватывал. В общем, дерево. Это не просто дерево, это памятник истории. Давайте в мясной посмотрим, если тут еще мясной по-прежнему. Ай, стоп, чечек, чоколад. По-моему, мясной здесь был ли мясной следующий, или переделали мясной в шоколадницу, потому что я точно помню, что здесь был мясной. Видите, какое движение. Люди едут в горы, в те районы, видимо, живут в горах. Машин полно, просто повсюду, во все стороны. Не только в центр, но и туда, в горы, из центра. Смотрите, сколько апельсинок на маленьком дереве. Пару сотен, не меньше. Вот здесь уж, что ли, мясной был. Цветочный магазин сделали, получается. Точно, или вот это мясной? А, вот это мясной, наверное. О, это что, грибы висят, да? Все, нет, это не грибы. А я не знаю, люди, что это висит. Вот это, возможно, томаты сушеные. А вот это, неужели баклажан сушеный? Даже не знаю, честно. Вот запах здесь стоит, мясной кот, какой впитанный. Смотрите, какой красавчик. На мясе, здесь гляньте, какой котейцы. Красивый такой, ухоженный. Тушки не висят. Ну да, вот это мясной магазин, получается. А, вот тушки висят. Вау. Кто это, я не знаю. Я вот там не разбираюсь, но точно не корова. Это или баранина, или какие еще варианты, я даже не знаю. Это жир, если я правильно понимаю. Да, точно, вот голова барашка. Первый раз вижу голову барашка. С глазиками прям. Вот такие вот можно купить наборщик. Готовые наборчики. Так что, может, кому-то бэкфайта понадобится. Вы поняли, где это находится. Мясной магазин. Дальше овощной магазин. Кстати, много людей внутри. Ничего себе. Может, пришелый какой. Окей. И очень много людей внутри. Логничка, форма. Яблочки, апельсинки, мандаринки. Все-все-все есть. Называется. Вот так вот называется. Дальше я не ходил. Давайте еще пару минуток пройдемся. Смотрите, сколько тут апельсин. Может, назад хочу показать вам поосвещенный... О, запах кофе, какой классный. Назад поосвещенный улице. Хочется пройти, показать вам это. Когда все будет светиться. Вы знаете, вот здесь бы жил где-нибудь тоже. Только не дальше. В горах нет. А вот здесь вот где-то вот... В принципе, можно было бы жить. Классное место. Кто-то ходит по набережной. Я не подозреваю даже, что Аланья там еще... В горы тянется и тянется. А тут столько еще домов, столько районов. И буковки Аланья уже вот ближе к нам. Все, дальше я не пойду. И нигде, блин, елки нет. Ну, блин. Там он дальше что-то, вон гирлянда мигает. Не знаю, елка, не елка. Туда я уже не пойду. Такая вот развилочка. Как район, который там выше называться, я не знаю, конечно. Такая вот экскурсия. Так неплохо мы с вами прошлись. Думаю, что эта часть, наверное, отдельно выйдет. Потому что, чтобы мне меньше монтировать. Потому что довольно долго я уже снимаю. Вот дерево, которое сбрасывает листья на зиму. Видите, осень. Осень на нем, желтые листья. Сейчас еще апельсинки вам хочу показать. Кто-то, может, не верит, думает, что я шучу, когда я говорю. Там 100-200 апельсин на дереве. Тысяча, допустим. Нет, люди, я не шучу. Вы можете взять и посчитать, постоять. Вы считать, замахаетесь. Тут их пару сотен. А вот этих вот буквально на полуквадратных метра. И уже их будет сотня, не меньше. Видите, какая красота. Да, и никто не обрывает. Совершенно верно. Вы же самого хочется сорвать, реально. Тут дерево, аж оно интереснее, чем на рынке покупать. Да, представьте, это дерево где-нибудь в центре Москвы или в центре Киева, или в центре Саратова, Нижнего Артаска, Ростова, Минска и так далее. Казани. О, эти самые пепина, он здесь есть. Классная вещь, советую всем попробовать. Вкус, короче, похож на вкус вкусной очень дыни. Цены на них нету, пока цена не на них, а на яблоки цена. На вкус дыни похож с ароматом немножко свежего огурца, еще чего-то. То есть вкус уникальный, но больше похож на вкусную свежую дыню. Попробуйте обязательно. Классный наборчик, кстати, на борщ. Я вот буду борщ когда-то делать, наверное. Приду сюда, знаете. Там курица у них есть, еще внутри много всего есть, в принципе. Классные наборчики для гриля. Меня зовут, что ли? Какие красивые наборчики для гриля. Здесь есть, можно сразу купить мясо и купить наборчики для гриля. И сразу и угли есть, и шампура, и все-все-все здесь есть. Магазин супер. С вас, баранина, за рекламу, господа. Тут постельный магазин. Я хожу, всех показываю, короче. Меня никто не просит. У меня такой добрые цветочки. Здесь кактусы разные можно купить. Сейчас я посмотрю, сколько времени. Темнеть начинает начало седьмого. Хочется показать, посмотреть эту улицу тогда. Зажжутся. Да, в принципе, через 15 минут потемнеет. Сейчас мне надо где-то здесь прилуниться, приземлиться. Минут 10-15 посидеть. И тогда уже мы посмотрим эти фонтаны цветные, когда уже будет потемнее. И пойдем по улице, когда она уже будет освещаться. Сегодня, конечно, день без автобуса. И также мы своим ходом будем двигать назад к White Gold. Еще, то есть, будем идти по набережной. Сегодня надо нагуляться, потому что два дня локдауна. Смотрите, вот как красиво. Простая вот трансформаторная там, или какая будка, да? И посмотрите, как красиво. Мехмета Либенли нарисовался. Я правильно прочитал? Вообще красота просто. Из этого почтовый ящик даже сделал. Всем рекомендую сок манго. Кто любит манго, сок манго. Ну, понятно, что там не совсем он может быть натуральный. Хотя больше там всего натурального, я думаю, таки. Здесь кто-то с мигалками поехал из правительства, возможно. Так, ждем, ждем темноты, друзья. Пока я выключаюсь, и потом следующую часть мы начнем прямо здесь. Я думаю, что без паул, скорее всего, пройдем туда. Выйдем к Мегросу. Опять по светящейся любимой моей улице. Пока я с вами прощаюсь. Смотрите, как много людей там на лотерейках, на ставках. Смотрите, как много людей.